Не хочу я чути твий голос, не треба мені твоих сліз Я прошу тебе не наярить, во що в мене є цей сліз Ты не наярить, ты не наярить, ты не наярить, ты просто не наярить, ты Ел-ел, опять надо все вспоминать, как тут куда смотреть Я могу зайти на трансцензу на те слово СПБ Давай, Алёх, бурить весело Ох, прикалдесу Вау, Версус Баттл Ру присоединились, вау Сейчас еще один Версус Баттл Ру присоединиться Ну что там, набирает обороты, блин, это, добрый день, блин. О, здравствуйте, сейчас. Отойдите, может, подальше, может, у вас было в кадре, видно, у вас пол ебала. Я отправил приглашение молодому человеку. Йоу, йоу, йоу. Здарова, Санек. Здарова, пацаны. Отличная прическа. Расту. А вы что-то поздновато, мы на 8 часов с вами договаривались. Вы что, хуёвый президент, что вы опаздываете постоянно? Ну, блин, президент на сколько, на час опоздал, мы имеем право. На три, на три, вы круче. Мы на пару минуток, ладно, заготовкам, пожалуйста. Сложно быть хуже президента. Вот так я решил ваш эфир сразу, ну, зарубить. Неожиданно окраситься, Аня только что принял наш прямой эфир. Да. Да, да что-то накипело. Так, что мы будем сегодня делать, бандиты, рассказывайте. Так, смотри, Санек, какая тема. Ты мне сейчас будешь говорить, что смешивать, а я буду это смешивать. Симон будет смешивать, а я буду пить. О, отлично, погнали. Погнали. Давай, еще начнем. Для начала берем... Кстати, даже мартини-эспрессо получится сделать, твой любимый коктейль. Я сегодня без него. Давай начнем с чего? Возьмем хайбл. Окей, окей, Саня, хайбл. Это лан или я просто опутываюсь? Это Рокс. Это хайбл. Это рот. Это хайбл. Да, похуй. Берем его. Ну ладно, так. Так, льем туда водку. Сколько? До краев. Блядь, ну в смысле, Саня, не такие коктейли? Нет, так, играем по моим правилам. Пускал я, говорю, коктейль. Хорошо, налей водку, добавь водку и водки еще доверху. То есть, бройную водку. Будьте добры. Давай, блядь. Пошел. Я расскажу про этот коктейль, он называется водка. Да, Саш, давай, если можно. Он очень популярен в России. Очень вкусный. Все, конец истории. Ну, это типа все, да. Зачем больше? Название есть у этого какое-то? Раз. Так. Ну, тройную мы же договорились, правильно? Да я не вижу, куда ты льешь, что может там... Я тебе сейчас покажу. Так. Так, есть, видел. Два. Так. Дайте мне руки, Саня. Тройная водка. В смысле, он все, ничего. Все, пускай пьет. Коктейль? Пускай пьет. Ну, я запивать буду. Блядь, ну ладно. У тебя план какой-то нахуярить Дэна, я так понял. Ну да, блядь. Какой еще? Так. Ты выпил? Давай пей скорее. За мое здоровье давай. За мое здоровье, я бы... И четверную, да, бы бахнул? Ну, я боюсь сейчас так говорить, потому что... Актерную бахну тогда. Ох. Я говорю, буду что, Саня, запью, ты не против. Так, ты что, ты будешь весь эфир бухать просто или что? М? Будешь весь эфир просто бухать? Ну, а потом креативить пьяный. О, Дэн, тебе пишут, когда побреешься, горилла? Я? Да. Это Димону, блин, нахрена ты так с ним? Ну, люди пишут, я-то что. Это усы протеста. Слышишь этот голос? Да, это карлик, лысый карлик. Ну, давай. Ну, как, не могу так сказать. Ну, я могу. Саня. Давай. За тебя. Будь здоров. Ну. Блядь, он в Ливане вот сейчас, мне кажется. Это будет следующий коктейль. Следующий секретный ингредиент коктейля. Хороший коктейль. Понравился? Давай, описывай. Я буду впитывать ощущения. Ничего, как оно? Дэнчик, да. Пойдись чуть поближе ко мне. Это солнце. После трех водок, блин, не знаю, ты сам ко мне должен поближе. Так. Вкусно было? Я предлагаю небольшой перерыв взять между коктейлями. Не, между первой и второй перерыва быть не должно. Тем более, сегодня день какой? Какой? Какой, Сань? Четверг. А четверг это что? Маленький русский стиль. Русский стиль. Наливай, Денис. Следующий коктейль. Какой? Тройная водка. И капли лимона. Блядь, Саша! Давай, ты играешь по моим правилам. По моим правилам. Давай, может, фантазию на водке сделаем? Давайте. Нет, нет. Туда капельку лимончика, ну, чтобы вкус заиграл. У нас нет фруктов, как говоришь. Сейчас лимончика нету. Хорошо. Давайте капельку абсента. И подожгите любовь потом. И что сделать? Любовь подожгите. Любовь. Наша с тобой любовь и не гасла, Саша. Бля, какие вы вообще, ну... Почти не пришла. Ну, капли абсента, поджигай любовь. Камон, вы чего бесите меня? Что-то... Капли абсента. Да, да, вот все. Это песня старая. Давайте, а огурчик там соленый или какая-нибудь селедочка? Что есть у вас? Нет у нас огурчиков соленых, Саша. У нас сейчас... А что у вас с баром за дела? Что за бар такой? Это новая полка. Мы захуячили новую полку. Три, две. Нет, я почему говорю, блядь, у вас огурцов нет, Саша? Ну, в смысле, потому что... Да, они портятся сейчас. Да, имеют такое свойство, со временем портятся. Так вы кешьте. Да, капельку, капельку одну. Капельку буквально? Да, да, одну капельку. Не подожжется мне. Не перелей. Его не надо поджигать. Надо любовь поджигать. Это слова из песни. Блядь, что за... Что за люди? Всему учить надо. Так. Я поджег. Любовь? Покажи. Любовь. Ну, в смысле, я не... Ну, типа, да. Ты понял, ты сам что-то пробухиваешь что-нибудь? Не-не-не-не. Я сегодня в работе с утра дописал трек. Вчера начал писать, сегодня дописал. Аж три куплета. А что там Саша поговаривает? У тебя реальность шоу выходит? Ну, поговаривают. И что, о чем шоу будет? Я рассказывал об этом много раз. Если очень интересно, можно зайти на сайт The Flow и почитать. Я просто уже устал про него рассказывать. Там, в принципе, все готово. Но, на самом деле, ни хера еще не готово. Поэтому 9-го, наверное, числа мы выпустим тизер и начнем отбор заявок. Вау. Да, ну, за это можно и выпить, мне кажется. Ну, давай. Да, Саш, а почему я, знаешь, наслышан о твоем баре? Ты мне зубы не заговаривай. Я наслышан о твоем баре домашнем, Саш. И даже было пару раз, когда ты кладывался. Слушай, он пуст. Он пуст, это тоже влияние карантина. Если у меня есть дома бухло, я его буду пить. Поэтому его сейчас нет, и я не пью. Все хорошо. Не сказал бы, что все хорошо, Саш. Может быть, так было бы даже круче. Ну, такой. Ну, ты пей, пей. Давай, Димон, что он начинает? Давай. Все. Это за тебя тоже, Саша. Да, коктейль называется Иракли. Иракли? Перскавало. Да. Как ты это выговариваешь? Я не вижу. Покажи, как он пьет. Я не вижу. Не вижу. Пьет, пьет, пьет. Ладно. А вот так сделай. Мне кажется, я никогда в жизни столько водки, блядь, в целом не пил. Подожди, подожди. Это еще не рекорд. Вы еще не знаете, какой сегодня день. А сегодня четверг. Русский сирь. Саша, вот сейчас точно перерыв. А что вы сразу заднюю сдаёте, пацаны? Что ты заднюю сдаёшь? Зачем? Не, не, не. Действительно, Саша, ты меня сейчас убьёшь. Ну. Ну тебе, ты расскажешь, ты выпил. У тебя, наверное, истории интересные появились. Что еще раз? Истории. Истории появились интересные, да, только что. Нет? Нет, пока Саша не появилась, но скоро, чувствую, будут. Так а ты часто на ютубе, ну, в инстаграме пьёшь с кем-то? Вот так вот. Дистанционный алкоголизм практикуешь? Ты с ним не пьёшь? Ну, я типа, я пью, а, ну, нет. Я даже... Не, в прямом эфире я пил последний раз, вот когда мы... Чё вас там... В баре, да. Блин, чё за щегол у вас там щебечет? Он либо пускай в кадр заходит, либо пускай жало своё закроет. Ну, он это... Он уже уходит. Улетает. Улетает в тёплые страны. Так. Так, и чё дальше там будем? Вы реально просто пить будете? Я думал, ну, у нас какие-то темки, беседки. Кокусы? Я сейчас случайно залетел в эфир, я тебе могу сказать. Саша, что тебе больше всего не хватает на карантине? Помимо алкоголь. Работы, наверное. Ну, типа, всё окей. То есть, в принципе, я с декабря так и живу. Вообще разницы нет. Ты был готов? Ну, абсолютно. Абсолютно. То есть, я... Я не обламываю, что рестораны закрыты, потому что я готовлю каждый день что-нибудь вкусненькое. Сегодня у меня были котлетки, картошечка, жареная с лучком. Причём лучка было много. Туда добавил немножко этой... Как это жёлтая дрочь называется? Чё жёлтая? Куркумы добавил туда немножко, чтобы ещё покрасивее было. Чесночка гранулированного. И... А, ну и всё. И соль, перчик. Вот. С удовольствием поел. Это со свежими овощами. С яблочным соком. Морковочкой по-корейски. Вот, вкусно. Морковочку по-корейски ещё вот. Кушал. И хлебочек мягкий. Как в смысле? Всю работу, которую ты можешь делать, это работа вся в интернете, разве нет? Не совсем. Очень многое связано с поездками. Но вот сегодня я сделал, там, ну, я над одной штукой работаю, но по контракту о неразглашении я не могу рассказать. Это в прямом эфире. Вот. Но сегодня сделал ещё, наверное, ещё 5% от работы от общей. Вот. Так что прикольно. Не, работаю, но, блин, вот скоро ко мне в Пископ приедет. По-моему, 11-го числа. Еще раз? В Пископ, в Пископ, в Пископ. Вася. Да, я не знаю, они ездят вообще к другим людям два раза? Или просто им понравилось? Да, да, ездят. Я у кого-то ездил два раза. По-моему, у ЛСП или у кого-то они были два раза. Ну, у ЛСП тоже съездил, да. Нормальная темка. Ну, ЛСП, ты в неплохом, в принципе, ты в ряду стоишь. Мне кажется, это кайповая тема несколько раз приезжать, типа, к одному и тому же чуваку, потому что же многое же меняется. И ты такой думаешь, бля, какое долбоё было год назад, и, типа, сейчас можешь многое переосмыслить, типа. И через год так же будешь по-другому. Ну, да, последнее. Да, хайзам, я только волосы отросли и... Почему не приедешься? И верса нет. Почему вот? Нет волос. Да это голова тоже, блядь. Я прошел по радикальному пути, то есть, когда все стали брить голову на лоса, я отрастил. То есть, я даже еще превентивно начал. Я начал отращивать, а они только потом додумались, что можно сбрить волосы. Бля, тупые, пиздец. Пиздец за него. Ты первый проходец был. Ты их наебал, конечно, ты. Да? Да, учел. Я хочу каре отрастить и быть сильным и независимым мужчиной. А потом в Грузию поедешь. Вот реально, до какой длины будешь? Про Грузию что за прикол, не понял. Ты не знаешь, что телки, когда расстаются с парнем, делают карешку и уезжают в Грузию? Не, про Грузию не знал момент. Ну, это классика. Ну и вот, я рассказываю, приедет в Писка. Мы с ними поедем вначале к моему дому, за который я должен денег. Оттуда мы пойдем, у меня водопад там рядом, прогуляемся до водопада. Посмотрим на него, красиво все. Оттуда мы поедем есть шаверму. Вот эта шаверма, которая вот эта вот интересная. Нет, нет, эта шаверма, слушайте, она вкусна, но что-то вот мне ее вот сейчас не хочется. Я поел довольно интересную шавушку с халапешечками, еще с какими-то приколами, недалеко от реалити-шоу. Там есть вкусная шава, вот мы ее поедим и поедем к дому на реалити. Покажу, какой срак и дом. У вас в черте городе шоу будет сниматься? А я не могу этого сказать. А, это будет секретное местоположение? Да, но мы их туда с мешками на голове повезем. Я понял. Это не шутка. Саша, поскорее бы посмотреть твое новое шоу. Я очень сам жду, потому что подготовка у нас очень серьезная. Каждый день мы все обсуждаем, переобсуждаем. И подзатянулось. Мы хотели запускать 1 мая, но с объявлением карантина мы решили взять пару недель на подумать. Да, правильно. Ну и, собственно, да, еще характеристики оборудования изучаем. Думаем насчет камер, потому что уже хотели все сделать, чуть передумали. Камер и звук, чтобы все было прикольно. Так, у меня вот такой вопрос. Давай. Когда ты с Яном ездил на батл Мирона и Дизастера, он проводился в баре, да я думаю, вы там много баров посетили. Что самое пиздатое, что ты пил в Штатах? Ничего. Мне не понравилось там. Отвратительно. Ну, Л.А. место неприятное абсолютно. То есть оно красивое, это как в игре, но оно очень скучное. Это просто обычная деревня, где ничего нет. И бар мы иногда искали, бар там, несколько часов. Ну, пешком шли, и ни одного бара не было. Кругом были магазины ногтей, ларечки стака и еще какое-то говно, я не помню точно. Но ноготочки на каждом шагу, то есть там прям бум на ноготочке, я думаю, не знаю, насколько там это давно, но может это и к нам перекинется вот настолько сильно. Ну, просто вот как часто ты видишь во всяких бич-районах, типа того, где я живу, или в Девяткино, ты видишь пекарни какие-нибудь, свежий хлеб, свежая выпечка, вот там это все в ноготочках. Вот, и баров не было прикольных. Единственное место нам понравилось, что-то там Buffalo Wings, по-моему, мы зашли как-то так. Там у них, типа, фирменные крылышки были, они были, да, довольно прикольные. И мы там пили, поправьте меня, как это пило называется, Pabst Blue Ribbon, как-то так, вот я не знаю, как оно произойдет. Блин, я не в курсе, я тоже знаю. Ну, короче, нам с Яном, мы там посидели, пообщались с девочкой, она такая, йоу, откуда? Мы такие, мы из России, ну, а она причем, ну, глупая, потому что мы по-русски с ней говорили, и она с нами тоже. Да нет, я шучу, ладно. Ну, вот, ну, короче, мы из России, она такова, прикольно. И она нам подарила по стаканчику пустому вот этому, от пива, и мы их домой привезли, я до сих пор из него пью. Но вот эта посудомойка из него выбила все дерьмо, и это теперь просто выглядит, как красивая банка. Понятненько, понятно. Угу. Так, ну что, Саш, что ты будешь, что ты выпьешь первым, когда закончится карантин? Можно будет ходить по барам? Вообще не пойду. Медля и секунда. Блин, мне у вас не очень нравится выбор рома, то есть иногда хочется какого-то очень интересного рома, у вас ром очень такой классический весь. Ну, достаточно, а мартини-эспрессо ты не хочешь? Ну, я его, в принципе, дома могу сделать. Я не вижу проблемы. Ну, блин, ну, дома, там нужно... У меня вот такое, что из-за карантин, типа, супер соскучился по пивасу, вот, типа, крепко, не особо, типа, как-то я такой, сижу дома, не хочется, не скучаю. Вот пивка бы, типа, такой, прям, да, сейчас бы выпил. А мне сложности... Слушайте, я разочаровался в пиве. То есть, во-первых, ну, я разочаровался в пиве после Чехии, потому что, ну, я понял, что все иное пиво невкусное, в том числе немецкое. Мне кажется, продается в России, знаешь, немецкое. Оно, правда, дороже намного, оно по барным ценам идет. Продается, мне не нравится немецкое, я в чем говорю, что чешское. То есть, я прям с удовольствием беру вот этот Уркель. Уркель Пильзень, Уркель Пильзень. Так. Ну, который там, Уркел Пилснер, типа, написано, но они его как-то по-другому называют. Вот. Оно прикольное, или какую-нибудь пражечку, то есть, если прямо из Чехии, с удовольствием, очень, кстати, похоже на то, что там льют. Или козыка даже темного вообще с удовольствием. Вот, поэтому по пиву вообще не скучно. Я сейчас на карантине, это досидеть до вечера и дождаться вот такой моральной... У меня вечером в завоз. Короче, мне очень сложно дождаться вот этой моральной границы, когда начинается вечер, и можно пить, как бы, алкоголь. Я отца умоляю. Потому что я могу его начать с удовольствием. И мне очень тяжело дождаться вот этих условных, там, шесть вечера. Что, ну, все, типа, как бы сейчас уже вечер, значит, я могу начать бухать. А у тебя нет такого, что, типа, о, бля, 7 часов смена началась, типа, бля, сейчас... Слушай, у меня нет такого. То есть, у меня, ну, если, допустим, вчера была, если друзья к нам приезжали, ну, это, ты знаешь, Никиту с Катей, мы с ними самоизолируемся семьями. То есть, мы часто к ним в гости ездим, они к нам, то есть, и мы ни с кем больше не контактируем. Ну, потому что, я смотрю, они не дохнут, мы не дохнем, мы такие, типа, мы должны держаться вместе. Вот. Ну, это нормальная, понятно, кстати. И, то есть, и у меня такой истории нет, что пить в какое-то время. То есть, нет, я просыпаюсь, если я смотрю, что у нас там, о, вискарик и сок. Я такой, о, вот с утра можно их смешать, пускай будет так. Или там, ну, я что-то просто походил, поделал какие-то дела минимальные, какую-то первую галочку для себя получил, и такой, все, можно пить. И, то есть, пожалуйста, час-два дня начинаем. Почему бы нет? Ну, а нет у тебя такого, что ты потом либо продолжаешь? Да, конечно, да. Ну, уже плохо как-то чувствуешь, что ты будешь... Не-не-не-не, я себя чувствую вообще отлично всегда. Тем более, ну, ты дома никакой хуйни не творишь. То есть, ты просто дома, и все. Единственное, можешь, ну... Можешь какой-нибудь грубой жене сказать, она тебе там потом утром мозг съест, и ты будешь потом за языком следить. Вот. У нас тут вообще... У нас прикольный тут трип был. Давай сначала выпьем, я расскажу. Давай. Так, давайте угадываем по очереди. Вопросы читай. Так, давайте, короче, все говорим по части, которые мы наливаем. Берем снова этот стаканчик, я говорю часть, потом Дэн говорит часть, потом Димон говорит часть. Окей, твоя часть. Я добавлю салфу. Что это смесь, блядь? Водка. Водка. Опять водка. Я постоянный человек. Ну, это хорошо, главное, не будешь намешивать. Жека голая тут бегает. Ты теперь сам делаешь свою часть. Так, а я сейчас, короче, тебе добавлю немножечко... Я? Немножечко, я знаю, чего. Я убираю... Иди с комнаты, пожалуйста. Я убираю, короче, часть грейпфрутовый сок. О, тогда я заменю твое. Чего? Чего ты чокнул себе? Чего ты чокнулся? А, и пошел. Не хочу с тобой разговаривать. Слышал отца? Так, значит, там Грифрутовый сок, это было... Игорь и Протовый... Блядь, Дэн, ты филонишь, короче. Дэн, мы стопочками, стопочками наливаем. Тебе надо было водку так наливать, как ты сок льешь. Пиздец, блядь, согласен. Плюсую. Не плюски. Так, Димон, ты еще добавляешь. Димон, ты только вместе с тобой его ебывается. Стопочку, стопочку, куда ты льешь стопку? Все, все, все. Так, теперь моя часть. В смысле, твоя часть уже была? Ну, тут ты нас сказал, давай. Ладно. Ребята, я не говорил, что он из трех частей, это сложный лонг-дринк. Я понял. Сложный лонг-дринк, окей. Да, и сюда идет две части абсента. Блядь, опять абсент. Блядь, было? Это называется ленивый Ираклий. Ираклий, друзья. Давайте, давайте. Дай, я вам глазок налью. На щеку себе налью. Ты не хочешь, чтобы ленивый Ираклий был по пропорциям, не исходился? Пропорции две вот этих, два шкалика, два писярика. Это не пропорции, Саш. Это все правильно. Давай-давай-давай-давай. Дим, ну скажи. Давай-давай-давай. Ладно, господи, ой, этот бар. Вот вам, ребят, вы тоже попросите в баре 50, а вам 20 нальют. Видите, это жулье работает. Так, если не наебешь, не проживешь, блин. Да уж, Саш. Так, твоя часть, Дэн. Я нас так наслаждаю. Ленивый Ираклий. А, он готов, да. Ну давай, все. Посаживай, посаживай. Отлично. Я его не буду запомпить. Почему? Ну у меня физически просто желудок взорвется. Взорвется. Сколько ты уже выпил? Ты уже выпил 6? 6 ботин, получается. Да хрена я выпил. А, нет, одна была с абсентом, одна была без, типа, да? Да, да, да. У меня уже получается 6,5 абсента. Ветров, постараться выливать. Да, в шоке. Ну давайте. Ну я его, ну, вот пока будем разговаривать, я его выпью. Ну я надеюсь, что когда ты его выпьешь, ты еще будешь разговаривать. Пожарили, мне еще 3 коктейля беда. Чувствую. Я знаю. Я попробую глоточек. Попробуй. Ээээ, так слышишь, ты там свое пиво сосал. Я тебе переливу, чтобы не было такого. Диман, ты что, в группу Френдзона собрал свою или покемонов ловить? В смысле, в смысле, вот я себе перелив. Чисто, смотри, кто за сцену. Я никого не вижу. Я себе таких сегодня 2 десятка купил. Опять этот Барри Алин. Он говорит, видишь, что он говорит, тут же 2 десятка сезон купил. Давай. Нормально, сам штука твоя залетела, блядь. Ну не всем. Ну, ничего страшного. Не, ну как? Он прикольный. Так, ну что, ты выпил, я рассказываю. У меня тут довольно интересный трик был. Я поехал на студию, записал 2 трека и 1 джингл. Ну, я в инсту выставлял, если кто-то из вас. Ну, джингл – это рекламный такой маленький трючок нам для проекта. Коротенький очень. А, все, я понял. Типа как вот, Вася, Коля, Писка, Писка – это джингл, типа, да? Да, да, да. Но у меня именно, ну, такой просто был куплетик маленький из 8 строчек. И, короче, мы оттуда с Никитосом двинули к нему домой. То есть я вначале закидываю жену к ним, мы едем на студию, записываем треки, возвращаемся к ним, пьем, 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 вечером едем к нам. У нас пьем, пьем, спим, утром встаем, и я говорю, поехали теперь ко мне на дачу. Едем ко мне на дачу, жарим шашлыки, пьем, пьем, пьем. Оттуда опять едем к нам, переодеваемся и едем опять к ребятам с ночевкой. Вот, то есть вот такой вот трип был довольно интересный. И мы не встречали других людей в это все время. Ну, то есть на улице до хера людей, но мы ездили на машине, ну, трезвые из нас. Ранно было бы, если вы в машине в своей встретили других людей. Вот оно, вот оно, Фиделио Панч Клаб. Да? Хасллмен. Я вот сонар рассказывал, я теперь смотрю по вечерам, короче, битбокс лупстейшн баттл. Это весьма странная тема, но предполагаю. Мне Миша про него тоже рассказывает. Там чуваки, типа, битбоксер, короче, на лупах, типа, сделают из-за того, мы злой, потом поют по верху и вычитают. У нас такая выступала, Оля Кекс. Очень похожа, но это было, ну, как, типа, так сказать, не так тут все, наверное. Вам не кажется, что битбокс, битбокс, это так же круто, как фристайл? То есть никого, типа, да нет. Нет, это прикольно, когда вы бухаете, кто-то один раз это сделал, вы такие, а, прикольно, круто, круто, все. Но как только это принимает какой-то периодический уровень, это становится очень плохим. Не, ну это, не. Понятно, что заготовленные баттлы с заготовленным текстом намного круче, чем... Да, а так же написанная хорошая музыка лучше, чем битбокс. Я говорю, что это как забава, это прикольно. Ну, как явление. Мне кажется, сейчас... Ну, как разок поугарать. Они просто абсолютно у меня сейчас говорят студии, типа, вообще просто стреляют в битмейкеры. Ну, типа, сейчас один из самых продаваемых товаров, типа, в принципе, в интернете, это биты, блядь. Сейчас, типа, очень сильно поднимают бабки битмейкеры, типа, те, кто делают музыку. Сейчас всем нехуй делать, тебе пошли в творчество и... Ты не представляешь, насколько. Я установил фрути-лупс, уже разобрался в нем и писал свои первые всратые биты даже. Ну, ладно. Да, прикольно. Можешь включить сейчас, как-то в школе себе... Ты хочешь, чтобы я в прямом эфире бит тебе написал? Давай. Это же заготовка есть какая-то. Нет, это будет, блядь, это будет очень неинтересно. Ну, нас смотрят люди, которые прикольно пишут. Блядь, есть, смотри, целый весь карман. Тебе о нем известно ведь, да? Когда там бит за 20 минут, давай, да. Не, я за 20 не напишу, разумеется, ничего. Я не набил руку в скорости, я не знаю, где что лежит, как это работает. А ты 20-ю себе фэлку скачал? Скачал, купил. Купил, купил. Ты купил, да? Ладно, как скажешь, Саша. Как скажешь, Саша. Я себе фотошоп также купил, короче, сейчас фотошопов изучаю. Слушай, прикольно, потому что надо что-то изучать, потому что я понимаю, какая мне нужна музыка, а кроме меня ее никто не понимает, и объяснить я этого тоже не могу. Поэтому приходится перелопачивать сотни битов, чтобы найти для себя какое-то... Следующие трети уже будут выходить на то, что... Нет, конечно, нет, 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 нет. Я хочу просто хотя бы понять, и я могу хотя бы битмейкерам пример скидывать, что я хочу, чтобы они это сделали лучше, причесали, потому что, ну, понятно, что это надо еще все делать красиво. Ну, ты знаешь, мне кажется, биты, хим-хоп-биты, они, типа, не самое сложное, что делать красиво. Ну, хуй, знаешь, видели его басный новый проект «Горилла Зипа»? Да, прикольный, прикольный, очень прикольный. Прям слушаешь, ну, он такой, он... Не знаю, насколько он коммерчески будет интересен, но, как минимум, его приятно слушать. Сидеть, вот, да, включаешь и такой... В чем суть? Тебе объяснить суть музыки. Ну, как у него есть Нинтендо, как у него есть Наган. А, это его альтер-рэго? Да, типа, как альтер-рэго, короче, «Горилла Зипа». И там он, конечно, ебашный транс, типа, ну, как, каля, знаешь, типа, такое... К нему же Наган на последний вот альбом выходил как... Там прям совсем, там даже бокала нет. То есть там какой-то бокал фоновый. То есть там без вокала, а именно музло такое длинное, типа, алян, софта такой, на рейд, типа... Я могу выйти, вы поговорите. Что? Я могу выйти, вы поговорите. Ой, бля... Саша. Бля, пацаны, ну, чё вы? Чё началось? Я не захотел писать прямого. Слушай, я думаю, что это будет, во-первых, очень скучно. Очень скучно будет. Потому что я буду очень медленно делать какие-то обычные вещи. Понятно, что условно там... Я думаю, из... Вот из сколько она сейчас смотрит? Семь тысяч зрителей. Из них, наверное, тысяч шесть умеют делать музыку. Сколько она смотрит? Да нет, конечно, я тебя умоляю. Не, ну я так на всякий случай. Саша, ты не брёшь. Паян, а чему ещё он научился на карантине? Из новых каких-то умений? Слушай, выпечку подавался. О, выпечка, блядь. Ты раньше не пёк? Я вообще ненавижу выпечку. Я её сейчас не очень люблю печь. Но я понял, что я всё-таки могу. Причём у меня же есть кондитерские вот эти все корочки. Вот. Но я никогда не любил печь. И когда в техноре нам говорили, что типа... Чтобы времени не терять, можете дома испечь себе эти бисквиты. Ну, хуйня для торта, основа. Основа для торта. Понял? Ну, такая толстая хуйня, она разрезается, да, и всё, вот у тебя торт. И мы шли в соседнюю пекарню, у нас была пекарня Карамболь, и за 100 рублей покупали идеальные бисквиты. Вот так я делал торты мечты. Теперь у тебя... Я ничего не освоил в новом карантине, если честно. Ничего. Я стал пизжи-пизжи-пизжи-посуду по-новому. Я продал плойку. Да? Я плойку продал вообще, потому что... Да, я знаю, блин. С ВВ-2, да. Перед карантином, да. Не, у меня не ВВ... Не, ВВ-2 я игру отдал, а плойка была Человек-паук эдишн. Вау. Да, её забрали через минуту после того, как я её выложил на Авито. А сколько тебе выложил? Ты её очень дёшево продал потом. Почему дёшево-то? Ну, я за двадцатку выложил. Потому что это кастомов не так много. За сколько она нужна? За двадцатку. Да, блин. А это дёшево? Я думаю, вообще нормально. Мне её надо было скинуть. Ты пятую будешь брать? Слушай, наверное, да, но я так редко играю, мне так не нравится играть, я понял. В смысле, мы в ВВ-2 с тобой очень много сейчас. ВВ-2 была, и когда вы перешли на какую-то другую игру, но когда перешли на другую игру, я, наверное, и перестал играть вообще. ВВ-2 пушка, мы там с тобой были королями вообще мира. Только что в Фортнайке издали. Помните времена, когда мы в Фортнайке? Мы начинали. А я его прошёл, кстати. Концерт Трэвиса. Ты до конца этот Фортнайт прошёл? Да, до конца. Я хотел на него зайти. Я сейчас покажу, но мы потом доту до конца. Кстати, сейчас новая колдая, Сань. Не колда, блядь, после волейтиксов. Да нет, видишь, не играю ни во что. Вот в картишке мы играем, мы купили уна, купили офигенную такую PMP, просто колоду карт, золотую, пластиковую. И гоняем во всяких там, в пиковую даму играем, в дурака сидим. Ты помнишь, мы как однажды играли в покер? Пиковую даму. Пиковую даму с тобой, Занёк, в лагере вызывали. Мы с тобой как-то играли в покер всё вместе. В этой, в подсобке. Ну. В пицце. Не хочешь после карантина ещё раз собраться? Ну, посмотрим. А кто тогда бабки забрал? Я выиграл бабки? Я не помню, я знаю, что не я точно. Я помню, что я прям нормально наиграл. Ну, нет, ты, а там единственный человек забрал, значит, если ты помнишь, что ты нормально забрал, значит... Значит, я люблю пирог. Ох. Я на самом деле ещё соскучился по сове жёстко. По сове? Ну, по игре, где мы... А, да, вот это я тоже соскучился. Круто, а где у вас наш кубок? Покажи кубок в прямом эфире. Как мы просто разорвали 150 тысяч человек. Вот он, кубок победителей. И... И балет. Спасибо Петру Наличу. Спасибо Петру Наличу. Это охуительные песни, блядь. Не, мы дома. Я хочу лазертак пылить. Люди спрашивают, что за лохи, и я должен им рассказать. Давай. Это Дэн и Димон. Всё. Ну, собственно, всё. Я представил вас. Это ребята, сотрудники бара 1703, которые вот закрылись на алкоизоляции там ещё в феврале, да, и не выходили оттуда. Просто бухаем. Надоело сидеть, блядь. Чё ты щурится сюда? Нас попросили почитать комментарии. Почитайте. Давай, да. Подвещаем там, может быть, вопросы какие-то есть. А вы выпили стаканчик, подождите. Перед новой рубрикой надо наливать новые напитки, иначе вкус смешается. Так, что там было? А я думаю, это Кирилл и Антон, блядь. Кирилл и Антон, короче. Ну так, мы ждём какого-то сообщения. Давайте, вопросики, может быть, какие-нибудь позадавайте, ребят, мы поотвечаем. По мере возможности. Чем ещё поделиться с вами за время карантина? Я, в общем-то, читал книгу. Я читал «Грозия гнева» Стейнберга. Кайф, кайф, да, крутая книга. Депрессивного, наверное. Ну, за последнее время точно. Да, очень тяжело было. Особенно, блядь, во время карантина, это как-то одно на другое накладывается, и ты будешь гулять жёстко. Ну, они хотя бы гуляли по улице. Ну, они хотя бы гуляли, да. Не ели, правда, нихуя. Ну, зато у них было много хлопка. Сейчас вот что-нибудь хочу попозитивнее найти, что-нибудь. Это же хорошая книга, хорошая. Это мне очень понравилось, да. А он за неё премию получил, по-моему, даже? Возможно, возможно. Но книга интересна, однозначно. Так, что там по вопросам? А кто будет вести командный «Вексус»? Блин, это я... Это я не знаю тоже. Давайте вопросы, на которые мы знаем ответ. Александр, тебе помогла бы сейчас единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей? Слушай, я тебе скажу так. Если бы у нас действительно было хорошее правительство и хорошая страна, и они сказали, ребят, денег нет, кому надо 20 тысяч, возьмите, я бы не взял, потому что я бы без них прожил. Но учитывая, что это просто сборище жуликов и воров, мудаков, которые уже давным-давно, скорее всего, украли резервный фонд, которого, возможно, нет, эти деньги я бы получил, стоял бы в очереди с удовольствием. Потому что это наши деньги. Я оплатил миллионы рублей налогов. Много-много денег. Я оплатил налогов, да. Где они? В какой-то стране бизнесмен, типа, раздавал мешки, типа, с мукой. Это было в Индии. А, вот в Индии, да. Кому, типа, нужно. И, типа, люди, кто брали, типа, там внутри были банки. То есть, типа, все... Это не бизнесмен, это актер. Ты все переначал. Да, я немножко... И не раздавал мешки с мукой, а забирал мешки у людей. Вот. Кажется, раздавал кокаин, там, на актрису. Не, я, кстати, на самом деле думал, вот тоже об этом, о том, что, возможно, нет уже никакого нахуй фонда. В смысле, нет. Куда, блядь, ему деться? В смысле, карманом? Ну, блядь. Карманом? Не на столе, там, я же самошасабный, типа, что, блядь. 20 тысяч, типа, не даете. Не, там 17, вообще, там, блядь, даже сумма в 20 тысяч рублей, это уже очень мало. Получили, потому что там 17 триллионов. What the fuck? Ну, блядь, мне кажется, я бы, типа, не прожил на 20 тысяч, что-то. Не, так это единоразовая выплата, чувак. Не то, что в месяц ее платят. Ты один раз всегда ее, типа, дают. Ну, типа, как в садах выплатили 1200 баксов каждому, это один раз. И все, и больше ты не получаешь. Все, больше они ничего не получают, ну, кроме пандемии, маленьких. Ну, там, нет, там, различные еще есть категории граждан, которые получают, то есть, там, у беременных была другая ставка, там, не, 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 я к тому, что там, у меня же там тоже знакомых сейчас много находится, и вот у товарища жена беременна, она тоже получила деньги в каком-то другом, что-то в районе 2400, по-моему, что-то такое. Так вот, я сегодня смотрел редакцию, там, чел рассказывал, он работал на Уолл-стрит, короче, в баре. Ну, тоже то ли офик, то ли бармен. И он зарабатывал раньше, короче, 800 долларов в неделю, условно. Ну, да. Но сейчас он получает пособие по безработице, потому что его уволили из-за карантина. Получает вот, ну, вот, выплату, короче, получил у него за месяц, вышло, в общем, у него за неделю этого месяца вышло 1200 долларов. То есть, больше, чем он... Больше, чем если бы он работал. Карантина. И, ну, даже, не, понятно, что дальше не будет этих единоразовых выплат по касарю 200, но он все равно будет неплохо себя вполне чувствовать. Вот такой вопрос, кстати, сегодня поднимался в интернете. Почему нельзя в Москве посмотреть статистику ЗАГСа? Почему ее скрыли от нас? А какую конкретно тебе по порождаемости или по бракам? Ну, там также еще и смерти считаются в ЗАГСе. Скажите, пожалуйста, что... Хотелось бы знать, увидеть разницу месяцов. Нет, ну, да, понятно, конечно, что она сейчас, типа, сместилась, ну, типа, условно, брак, сейчас вряд ли кто-то, типа, заключается. Нет, он говорит по смертей. Ну, так понятно, но там же, типа, общая садистическая... Браки, нет, браки заключают, разумеется, но любовь-то у людей никуда не девается, и кому-то, наоборот, кажется романтично в такой момент заключить брак. Но то, что разводов будет больше, это 100%. Нет, разводов, это по-любому. Потому что, как выяснилось, на всю жизнь люди готовы заключать союз, снова высидеть месяц с женой в одной квартире, это слишком сложно. А это да. Тебе это удается? Да, мне отлично. Вот ты, тукан, по-моему, ушла, ушла с женой. Пацаны, с чем можно замиксовать этот самый, скажите мне, опироль, кроме классики? У меня ничего нет, действительно, из алкоголя. А что у тебя есть из неалкоголя? Так, из алкоголя у меня есть ничего. А, у меня есть опироль. Из неалкоголя есть... Ты говорил, что это пустой бар. Да, пустой бар. Ну, опироль это не то. Он в холодильнике стоит. Так, из неалкоголя у меня есть яблочный сок, молоко, подсолнечное масло, бульон на копченостях, надо выключить. Так, и, 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 и все. То есть, насколько будет оправдано смешивать опироль и яблочный сок? Ну, нормально. Мне кажется, хуйня, конечно, но за неимением... А есть у тебя минералочка содовая какая-нибудь? Не, не, ничего такого не пью. Вода есть только. Стой. Чуть-чуть, какой у тебя там бульон есть? Ну, на копченостях, вот. Это я картошку... На копченостях тоже, мне кажется, нет. Да, сейчас. Куточки нормально. Ты картошечку сегодня жарил, а ты осталась чуть-чуть, не доели. А вот бульончик на копченостях. Сначала я его на косточку... А у тебя фрукты какие-то есть? Фрукты какие-то есть. Есть яблочко, есть бананчик, есть грейпфрут. О, грейпфрут. Вот, грейпфрутам надо... Надо вытаскивать грейпфрута туда. Я его нарезал уже. Ты фрукты делаешь? Я его нарезал. Не, вот, он уже кусками. Все, пацаны. Вот, его типа прям туда выжми, и будет кучка. Не, я не хочу сложности делать. В смысле? Так ты, может, кусками вообще его туда выжми. Окей, просто накидай его вместо льда, типа грейпфрут, спокарм, Да, 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 да. И залей опирольчиком. И не будешь льдами, водичкой разбавить надо. Времена тяжелые, лед не ставлю. Ну да. Нет. Льда не нужно. Пацаны, вот я, кстати, проводил прямой эфир как-то в Инсте, и мне люди сказали посмотреть сериал «Острые козырьки». Да, охуительные. Я смотрел. Я нет. Я до сих пор смотрю, я последний сезон не добил, но хороший. Там в каком-то, то ли во втором, то ли в третьем. Кусок говна. Кусок говна. Ты сколько посмотрел? Я посмотрел первые три серии. Я такой, прикольно и логично все. Начинается четвертая серия, у меня появляются небольшие вопросы. Я их, ну, я всегда жене доебываюсь во время просмотра фильмов, типа я говорю, а что это вот так, а что это вот так. Ну и, короче, в четвертой серии небольшие вопросы, в пятой больше, в шестой я говорю, жена, я больше не буду смотреть это говнище. То есть там сценарий сериала пишется на коленке абсолютно. То есть ты такой, типа чувак дал слово, как бы ему нарушить. И он прямо вот в этот же момент он придумывает себе мотивацию, типа что он хочет, бля, какой, ну, типа очень тупорыло, такого не бывает. Ну, до момента, где Дом Карди появляется там, да, в сериале? Нет, это сейчас жена смотрит, я говорю, все, я не буду смотреть, потому что это, ну, смотри, во-первых, во-первых, если ты помнишь момент, где к ним приехали какие-то чуваки хвалить в конце первого сезона, типа их чуваки куда-то уехали, а к ним едут чуваки хвалить. Да. Вот, бля, хожу, потому что нервничаю. Вот. И типа это, это военные люди, то есть условно, их 10 человек, врагов там условно, они говорят, две повозки, 20-е годы, блядь, две шашки динамита, все, сесть в укрытие, все, у вас, блядь, пулеметы, автоматы, сядьте, блядь, по углам, расстреляйте их, это две секунды, вы военные люди. Они такие, блядь, пиздец. Слушай, вот, ну, я понимаю, но это рушит сценарий, это нелогично, я не смотрю фильмы, которые нелогичные, поэтому не смотрю вообще ни Марвел, ни DC, вот это все я не смотрю принципиально, потому что я такой, Супермен не может летать, типа, вот я настолько вот сам мудрый. Ну ты пиздеж, блядь, люди не летают. Да, да, и меня вот реально от этого бомбит, то есть я поэтому пытаюсь смотреть вот все фильмы, где все сходится и все очень круто. Очень мне понравилось, да, Джентльмены смотрел, мне диалоги не понравились. Хороший фильм, прикольный, актеры, все круто. Вот этими фразами, которые, типа, фразы, которые не один человек. Трейлеров такие фразы. Ну, это фразы, которые люди... Форсаж тоже не мое. Нет, я тебе говорю, я как пример его привожу, что, допустим, Форсаж, там люди не разговаривают, так как в жизни, они разговаривают фразами из трейлеров. Ну вот это мне... Да, 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 вот это мне не понравилось. Ян говорит, что Форсаж заебись. Только что он сказал. Мы как-то с Яном смотрели Форсаж, я не знаю, никакая часть это была. Ян говорит, что сезон 2 на 2 заебись. Поэтому, ну, не стоит ему верить. Нет, я не доверяю его вкусу ни в коем разе. Я по сериалам, я по сериалам, вам был бы понравился, если что. Я советую по сериалам, реально посмотреть несколько, но вы сезонах будете, наверное, блядь. Лёхе не понравилось. Что? Ну и вот, и проблема, то есть, проблема с фильмами в том, что, ну, очень редкий фильм, где все, где сценарий грамотный. То есть, с сценаристами полнейший провал. То есть, ну, согласитесь, не так много фильмов, где неожиданный конец, или где концов реально хватает. Вообще не зашло. Тебе не зашло? Ну, он очень, он примитивный. Он очень примитивный. Нет, мне вообще не зашло. И кролик Джоджо мне не зашел абсолютно. Но мне очень понравился «Солнцестояние», топ. Очень понравилось. Режиссерская версия. Ну, он странный, такой жутковатый. Он очень хороший. Мне очень понравился фильм «Прочь», про негров, который... Это просто, блин, разве... Вот. И недавно посмотрел, мне посоветовали посмотреть платформу, которая «Эль Хоя» испанский. И что, и как? Слушай, мне очень задумка понравилась. То есть задумка социальная очень крутая. Прям советую. Тебе понравилась платформа? Да. То есть, ну, блядь, он интересный. Там есть о чем подумать хотя бы. А тебе не показалось, что это вот как у Зака Снайдера, который символизм ради символизма? Я не смотрел фильмы Снайдера. Нет, смотрел. Ароновский, у которого символизм ради прикольных штук. Вот это мне нравится. Ты смотрел Супермену? Не смотрел вообще. Нет, нет, конечно, сейчас, подожди, наливаю сок. А я думал, ты его смотрел, сказал, что тебе не понравилось. Нет, я не смотрел. Бля, чуть про опероль не забыл. Прикинь, наливаю сок, что-то не хватает. Хорошо. Как тебе? Маму, Дарина, Ароновский смотрел? Маму? Да, шикарный. Отличный фильм. Очень понравился. Символизм ради символизма. В смысле, блядь, там дохера чего интересного в этом фильме. Это и переплетения библейские. А также ты можешь это посмотреть в разрезе того, как выглядит жизнь творца, когда он что-то создает, когда ты написал трек или написал книгу, и как люди будут это принимать, и это охуенно. О, я придумал. Лучший, типа, фильм по книге, по твоему мнению. Бойцовский клуб, однозначно. Он данный пищи книги. Фильм, типа, пищи книги? Нет, они абсолютно, да я вас умоляю, нет, там все абсолютно так же, кроме концовки, то есть, по-моему, в книге то ли атомный взрыв произошел, не помню точно, но в фильме там типа все окей было в конце. Не, они на диво дома взрывались, но не ядерные, да? Ну, я могу сказать, что вот те, которые грамотно сняты, это однозначно Бойцовский клуб, Великий Гетсби тоже прям, ну, хорошо все сделали. А их оба Финчера же снимал, нет? Вообще не шарю, не шарю. Финчер снимал Бойцовский клуб, и по-моему, или может я просто озвучил, что Фитт Джеральд произведение, не знаю. Может быть. Любители книг. Так, а что еще, что еще по книге? Ну, Иван Васильевич меняет профессию отлично тоже. А есть книга? Булгаков, да. Вот, настолько я не подковываю, настолько тебе, читатель. Настолько я читатель. Вот, что, да и все, я не могу, честно, вспомнить, чтобы я читал и книгу, и фильм, и чтобы было вот прям. пишут, что Финчер не снимал Гэтсби, и ты, ну, Я спросил, я не... Ты за слова отвечай свои всегда. Согласен, Саша, согласен. Там, где-то в календаре поотвечать, потому что там люди пишут, пишут, там и так... Да, да, вы как-то... Запизделись, так сказать, надо что-то там выцепить, интересную какую-нибудь тему. Так, Дэн, давай, чок-чок. Да, погнали. Хранитель... мы уже косим. Мы накосим. А, наливай. Что? Смотри, две дольки грейпфрута, много пироля, яблочный сок. Ну, бля, не получится. Охуяный коктейль есть просто. Вот. Так, ну, давай тогда... Вот, да? Конечно, водка. Это ты не спрашивай, это основа всех коктейлей. Так, давай. А давай ерша, ерша ебанем, Данечка. Блядь. Две водки, две водки доверху темным пивом. Ну да, но там правда... Ты скажи спасибо, что мы с тобой не практикуем, а приход бурого медведя. Темным, темным, да. Ты помнишь, ты читал Ерофеева, где там был приход белого медведя, приход бурого медведя, когда коньяк ты разбавляешь водкой по стопочке и стопочку выпиваешь, пока жидкость не станет белой. И наоборот. Я так не хочу, Саша. Я вижу. Сериал Хранителей, пока ты наливаешь, там спрашивали ребята, что думаете о нем? Я не смотрел. ничего о нем. Расскажи нам, Дим. Короче, попробуйте, те, кто его раньше смотрел, попробуйте пересмотреть Хранителей сейчас. Сначала фильм, а потом сериал смотреть. Блядь, и, короче, вам покажется, если вы с нормальным... полный скучной хуйней. Ты бухал с ним, что ли? Его снимал тоже Зак Снайдер, как и Супермена. Как и великого Гэтсби, как и бойцовский клуб. Нет, Гэтсби снимал не Зак Снайдер, как мы выяснили. Это в 20 веке вообще было. Как это могли снять эту, блядь, неправду все? Да, я согласен. Во-первых, люди не летают. Люди не летают, да, что вы пиздите. Да нет, серьезно, Снайдер любитель показать Супермена как Христа, и все, и на этом все заканчивается. Весь символический... Подождите, подождите, вопросик, вопросик, вопросик. Вы слышали, кстати, такую теорию, что великий Гэтсби это выживший Джек из Титаника, что он похитил амулет вот этот, пристроил его, занимался всякими делами и потом появился уже богатым. То есть он и есть великий Гэтсби. Реально есть такая теория? Нет, ну нет, в смысле все сходится, потому что. Есть теория? Ну как сходится? Кроме того, блядь, что он утонул нахуй. Ну, я не предупреждал, я не придумал, что ответить на это. Есть прикольная теория по поводу Нолана, что Джокер... Тебе заливаем туда пиваться? Да, 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 вот все, водка здесь, Саша, смотри. Двойная водка, я просил двойную водку и темным пивом доверху, конечно. Ребят, не портите, пожалуйста, напиток, водки еще одну порцию добавьте. Ребят, у вас час эфира, если он пройдет неэффективно, ну, это не моя вина. Я согласен. Готово. Пока, Саша. Так. Так вот, есть по поводу... Давай, будем, выпьем, выпьем и расскажешь. Все же смотрели... Чокайся, чокайся. Дэнк. Димон, ты чокайся, ты чокайся, ты можешь убирать. Димон, псина не чокается, такой вообще тип. Томден перекрыл, вау, недалеко, я просто дальше сижу, чем-то. Короче, есть теория, что Джокер у Нолана, вот который Бэтмен, возрождение, да, легенда. Рыцарь, темный рыцарь, да, Бэтмена, что Джокер на самом деле положительный персонаж, и он выступает как санитар леса. И если посмотреть реально на фильм с этой... Я видел. Да, круто. Да, я видел это. Что он, как бы, делает все для того, чтобы... Потому что Бэтмен же, если так подумать, он негативный персонаж де Юре. Он... 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 Нет, он де-факто... Он сам вершит правосудование. Он действительно, город держали нормальные, законные бандиты, да, и все было хорошо. Бэтмен пидор. Эта система все наебала. Он уничтожил и Мафию, и Бэтмена. Жарко. Но не... Но не Бэтмен против Супермена. Это пиздец. Он нарушает там все, блядь, возможные Зак Снайдера. Потому что... Это же не он снимал. Нет. И Ноланс. Ноланс снимал, да, это. А Бэтмен против Супермена занимал как раз Зак Снайдера, где он нарушает... Короче, его процесс монтажа это контуру интуитивно. Вот, слушайте, когда одна сцена, она следует из другой, правильно? Это очевидно, бля, ребенку. Потому что в одной сцене, допустим, кто-то говорит, там вот охуенный пример, это где руководитель газеты, где работает Кларк Кент, говорит, где же Кларк Кент? И только через 20 минут, если смотреть режиссерскую версию, следует сцена, которая... Ну, в следующей сцене ты ждешь, что покажет, где Кларк Кент это написано. Только через 20 минут наступает эта сцена. И так все у Зака Снайдера. Так что те, кому понравился Бэтмен против Суперменов, в общем, это я. Мне кажется, типа, сколько я претензий слышал, что типа это не совсем канонично всяким этим историям. Обычно же почему придираются к таким фильмам, что типа не канонично с точки зрения комиксов? Типа, что комиксов было отличие. Так как из серии, что книга лучше, бля. Ребят, ребят, стойте, давайте игру запустим. У меня есть игра. Можно параллельно игру, она не помешает нашим разговорам. Давай. Каждый раз, когда кто-то говорит типа, он приседает. Бля, я тут заебусь приседать. Хорошо, помолчи. Именно в этом. Играем. Играем в игру. Играем в игру. Правила такие, то есть первое нарушение это одно приседание, следующий человек, неважно, тот же или другой, приседает уже два раза. Ну, и так играем до 30. Ну, на один увеличивается. Значит так, по 13 уже должен присесть на там, что написал. Я уже... Что? Запретное слово. Ну, что нам, я хочу почитать просто, что пишут люди этим интересным. Читай, рассказывай. Я ничего не вижу просто. Палец перекрывает, да? Да, и палец перекрывает. У нас просто... У нас стоит телефон на подставке вот этой 17.03 рука. Видел? Угу. Ну, возьмите его в руку, прочитайте. Палец перекрывает комментарий, мы видим только вверх. Но тебя, видим, отлично, Саша. Это грустно. Это нет. Когда закончится карантин, ты будешь бриться? Я пока не принял решение. Может быть, я запущу голосовалку в Инстаграме. Если все скажут, заебал, брейся, побреюсь. Но если людям так привычнее. Мне без волос тоже больше нравится. Но самочки пишут, что я сексуален и молод с волосами. Ну, да. Я как у этого видел, у Вилсакома был прикол, что типа он же всегда с бородой ходит. Первый. Первое приседание, Димон. Димон. О, что, что, что? Ой, еще два. Дим, три приседания. Ты поймал единичку и два. Я понял, о чем все это речь, блядь. Смотрите все. Я поэтому и на пылесос базар. У меня вот этот, смотри, ебанат запустился. Поехал, блядь. Ну вот. То есть ты продал плойку, а робот-пылесос не продал. Купил. Ага. Так, Димон, так, сейчас этот пидорас будет жужжать, я уйду. Да, и он типа брился. Он, конечно, брился. Прикольный вопрос был про сериал Наркос. Следующий. Один, один раз, одно слово. Так, закрою. Я только что три присел. Еще три. Присел два раза, когда ты сказал. Первый раз присел. Ты присел один и два. Следующий раз нужно три присеть. Так вот, он три приседает, он сказал. еще три. Еще три. Он всего три присел? Всего три, да. Нет, он присел в самом начале три, и сейчас еще три. Того шесть. Ага. Следующий шаг четыре. Ну да, понятно. Я думаю, была самая дорогая интеграция на канале. Прекламная. У кого, у кого? У кого? У Вилсакома. А, это крутая тема. Я бы тоже бороду сбрел. Представляешь, что у человека как образ, ну, это же его образ, и он лишился типа этого. Сука. Так, Даня Крастер тоже бороду сбрела, и странно выглядит. Теперь шли. Я вас просто плохо слышу, и ты там контролива, пожалуйста. Один пьет, другой приседает. А ты не пьешь совсем, ты пей, у меня просто телефон скоро сядет, у меня меньше десяти процентов. А индукционная зарядка разрядилась, а наушники вот они где. Так, и сколько время? 0,1. 21,01. А, ну, так мы уже давайте скоро, мы в любом случае будем скоро заканчивать. Ну, надо допивать, надо допивать в любом случае. Так что ты хочешь, чтобы я его залпом допил? Очень бы хотелось, и чтобы ты потом еще с кем-нибудь ушел. Прямо буквально минутку подождите, я сейчас вернусь, и я это сделаю. В конце эфира, да, он умрет, мне кажется. я сейчас пытаюсь посчитать, сколько он выпил просто. Сколько получается? Он у него, две тройных водки, то есть шесть, потом была водка, абсенты, что-то еще. Так. Теперь у него водка и пиво. Восемь водок, три абсента, получается, и один пивас. Ну, нормально, жить можно. А ты только один пивас выпил? Я уже пью второй, вот я допиваю, то, что осталось от этого. Мне на самом деле достаточно, я просто очень долго не пил, и меня сейчас прям убивает. Слушай, ну, я себе разбавил, у меня тут, наверное, это будет сравнимо с 0.3 пива, потому что опероли слабенькая история. Он очень легонький, сколько в нем, 12, 4? Что-то такое, по-моему, 14. 14. Да, это легко. Так, что там на баттл? Так, ну, про баттлы, наверное, мы вопросы все отметаем. Да, это можно с Яном эфир провести, Ян ответит за баттлы. чтобы влетал Ян и отвечал на эти все вопросы. Так, есть интересные, есть интересные, провокационные. Давай, погнали. Видишь, у нас запускался таймер, осталось 1 минута 20. Оу, щит. Допивай, допивай. У тебя есть на то, чтобы допить, чуть больше минуты. Да не, нормально. Дэн, давай, мы в тебя верим. Мы в тебя верим, Дэн, давай. Это как нуар, я не чувствую, чего в этом. Отлично, пей. Я почувствую, что чуть позже просто. Давай, 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 чемпион. Так не, я сверяюсь с таймером, еще 50 секунд, Саша. Я пока на все вопросы, это ли я был в футболке мегафон на батле Гуфа с Пнахой, отвечу, что не так. Это был МС Соль. Да, я причем, я стоял, мы оба были вот в этих футболках, он стоял с одной стороны, я с другой, но запомнили, он ли Дмитрий. Корона Экстра сделала свое дело в тот день. У нас вообще много в каких интеграциях принимали участие. Да. Один раз в Москве меня затоптали в Газголдере, я стоял в футболке с интеграцией, меня толпа просто била куда-то. Так, ребят, 10 секунд. Так, сможет ли Дэм? Ну все. Супер, ребят, спасибо, был рад вас видеть. Дим, скинь мне потом видосы, как он будет хулиганить, он же все.